Здравствуйте, это программа Город Эсси, я Елена Чернявская. Существует профессия защищать детей. Их детство, право на хорошую и качественную жизнь, но, к сожалению, часто можно встретить или услышать историю о той, которая не ухаживает за своими детьми, или той, которая пьет и имеет несколько детей. Многие отмахиваются, ведь всякое в жизни бывает, каждому не помочь. Но есть среди нас настоящие спасатели, которые несут абсолютно земное звание. Как работает система комиссии по делам несовершеннолетних? Как родителям уберечь детей от проступка попадания в дурную компанию? Сегодня гости мои в студии. Шамраева Ольга Александровна, начальник отдела организации работы по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Самара. И Козлова Марина Николаевна, главный специалист отдела организации работы по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Самары. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо большое, что нашли свое время и пришли поговорить, ну, я считаю, на очень актуальную, злободневную, к сожалению, тему, но тем не менее. Вопросы есть, и хотелось бы сегодня в этой студии получить на них ответ. Ольга Александровна, расскажите, пожалуйста, вот когда и зачем, самое главное, организована комиссия по делам несовершеннолетних? Комиссия у нас была организована 14 января 2018 года. В этом году нам 102 года. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики. И формируется комиссия из представителей органов профилактики, это образование, органы внутренних дел, департаменты образования, органов опеки и попечительства, службы занятости, культуры и других органов и учреждений, которые могут способствовать решению проблем в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Хорошо, Марина Николаевна, вот дела о каких административных правонарушениях рассматриваются комиссии по делам несовершеннолетних? Это защита их прав в первую, наверное, очередь? Компетенция комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав относится к рассмотрению дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. Помимо этого, комиссия рассматривает административные дела в отношении взрослых лиц. Это в отношении родителей за неисполнение ими родительских обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних. В отношении взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртосодержащей алкогольной продукции. Помимо этого, за вовлечение в процесс курения табака. И есть такая категория правонарушений, как нахождение несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет в состоянии алкогольного опьянения, распитиями, алкогольной спиртсодержащей продукции. Вот эти все категории дел подлежат рассмотрению на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. Хорошо, Ольга Александровна, но все-таки как формируется комиссия для несовершеннолетних? Есть наверняка какие-то критерии, верно? Да, в состав комиссии у нас входит председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии. В состав комиссии в качестве членов комиссии включаются у нас в основном руководители органов и учреждений системы профилактики, а также могут быть включены представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе и каких-то общественных объединений, религиозных. конфессий. То есть граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, другие заинтересованные лица. Но вот все-таки как определяется место рассмотрения дел об административных правонарушениях? Ну, дела об административных правонарушениях у нас в отношении несовершеннолетних, а также в отношении категории тех взрослых лиц, которые мы обозначили в ответе на предыдущий вопрос, рассматриваются по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Здесь идет речь о территориальном признаке, где проживает данное лицо, совершившее правонарушение. Ну вот, кто входит в состав КДН и защите их прав? У нас входят, как я уже сказала, представители различных органов и учреждений. Также могут быть включены и другие представители государственных органов. Самое главное, чтобы они имели опыт работы с несовершеннолетними. Председателем у нас, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года. Председателем комиссии у нас назначается постановлением администрации городского округа Самары. Марина Николаевна, расскажите, пожалуйста, вот с какого возраста наступает административная ответственность? И сейчас я здесь попрошу, ну вот, может быть, недавние какие-то примеры просто привести, чтобы понятно было. Административная ответственность у нас подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. Это общее правило. Ну и пример, конечно, прошу вас привести. Какие вот все-таки виды основные административных правонарушения, которые совершают несовершеннолетние? Ну, в последнее время необходимо озвучить такие виды правонарушений, да, совершаемые несовершеннолетними, как правило, это у нас нарушение, установленное федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях. Совершение мелкого хищения, да, это очень часто у нас совершается на территории, причем всех районов, где у нас существуют крупные торговые центры. Также у нас категория несовершеннолетних правонарушений, которые совершаются в последнее время, это очень часто, это потребление распития алкогольной спиртсодержащей продукции, либо появление несовершеннолетних в состоянии опьянения в общественных местах. Помимо этого, в области дорожного движения у нас необходимо выделить такую категорию правонарушений, которую часто совершают несовершеннолетние, это управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Это как раз у нас те дети, которые не получили права, однако, несмотря на это, либо родителям разрешают сесть за руль, либо они самостоятельно берут ключи от машины и без разрешения. Ольга Александровна, ну вот скажите, пожалуйста, много ли комиссий работает в нашем городе? В городском округе Самара у нас работает одна городская комиссия и девять районных комиссий. Ну, расскажите тогда, как организована ваша работа? Вот я так понимаю, что вы сидите в комиссии. А вот кто пресекает вот эти правонарушения? Ну, допустим, увидел подросток, стоит, курит. Вот здесь расскажите, как происходит, вот, и до вас все это доходит. Ну, административное правонарушение пресекают у нас сотрудники органов внутренних дел, в том числе и мы вместе ходим в рейдовые мероприятия, все субъекты профилактики. То есть и представители, значит, от комиссии, это могут быть, и органы здравоохранения с нами ходят в рейды, и центры населения, с которыми мы очень часто взаимодействуем, и управляющие микрорайонами с нами вместе ходят. И, конечно, в рейде с нами обязательно присутствуют инспекторы по делам несовершеннолетних, которые вот и фиксируют, и составляют административные протоколы, которые потом к нам и поступают в комиссию, да, по территориальности. Хорошо, вот сейчас лето, время летних каникул, дети порой предоставлены сами себе. Скажите, пожалуйста, в летнее время Ваша работа усиливается? Количество обращений? И в летний период времени, да, у нас достаточно в комиссию поступают количество административных протоколов, вот, независимо от времени года. Да, то есть работа есть? Абсолютно. Работа у нас постоянная, да. Как-то пандемия не сказалась на деятельность Вашего учреждения? Ну, в период пандемии, Вы знаете, у нас наиболее часто проходили рейды, это опять-таки со всеми субъектами профилактики, где мы, значит, обходили вместе с управляющими к району детские площадки, какие-то места скопления граждан, где проводили... То есть смотрели за режимом самозависия, да? Да, где проводили, да, профилактическую работу, проводили беседы с гражданами, проводили беседы с родителями, еще раз напоминали, что в настоящее время у нас период самоизоляции, что лучше находиться дома с детьми, переждать данный период времени дома, занимать детей дома. Скажите, пожалуйста, Марина Николаевна, вот Вы произнесли фразу о мелких хищениях в торговых центрах. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки каковы причины совершения вот этих действий? Ну, я бы назвала несколько причин. Назвать какую-то одну причину будет, наверное, неправильно. Поэтому... Из опыта вот чисто Вашего работы. Ну, чисто из опыта. Ну, желание выделиться среди сверстников, да, наверное, такая есть причина. Отсутствие, опять же, материального достатка в семье. Ни для кого не секрет, что у нас есть семьи, где материальный достаток, да, в связи с тем, что родители работают, кто-то, может быть, один, кто-то сидит в декрете, кто-то зарабатывает не так уж много, да, хочется приобрести себе какие-то детям, да, девочкам накраситься хочется, кому-то захотелось шоколадки. Возможности у родителей приобрести таких, значит, вещей нет, поэтому дети и совершают вот в связи с этим мелкие хищения. Помимо этого необходимо выделить незанятость несовершеннолетних в свободное от учебы время. Мы каждый раз на комиссии задаемся вопросом, занят ли подросток помимо учебы какой-либо еще деятельностью, да, досуговая деятельность. То есть секции, да? Да, досуговая деятельность это, как бы, опять же, одно из основных направлений для предотвращения не только мелких хищений, но и других правонарушений. Поэтому мы разъясняем детям, где у нас есть спортивные площадки, да, бесплатные, разъясняем, какие существуют секции, кружки. Помимо этого школы, образовательные учреждения в рамках своей работы привлекают детей в какие-то свои внутренние уже кружки, секции и так далее. Ну, также необходимо выделить одну из причин, как проблемы в воспитании. Не все родители вкладывают в детей, объясняют им, что плохо, что хорошо, да, в том числе и что такое кража, и что за нее предусмотрена также административная ответственность. И еще одну из причин, наверное, необходимо назвать – это зависимость. Есть дети, которые у нас уже зависимы от употребления алкогольной продукции, наркотических средств, да, естественно, для того, чтобы приобрести, нужно что-то украсть. Вот, поэтому и с этой целью также редко, но совершается. Ну, и одна из причин, наверное, это демонстрация с целью привлечь к себе внимание родителей. Нашим детям очень не хватает внимания родителей, о чем мы все время говорим, что больше уделяйте детям внимания. Чтобы привлечь, как раз с этой целью ребенок идет не только на совершение мелкого хищения, да, но и других правонарушений. Ну, это, наверное, основные. Основные, да? Да, Ольга Александровна, вот какие вопросы все-таки рассматриваются на заседании комиссии, и что дальше поступило, рассмотрели и... Основные вопросы, которые у нас рассматриваются на заседаниях комиссии, это вопросы, связанные с соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних. Рассматриваются также материалы о фактах совершения несовершеннолетними общественно опасных деяний. То есть другим, словом сказать, это те, значит, подростки, когда у нас не достигли возраста уголовной ответственности, вот это как раз общественно опасные деяния. На комиссии принимаются решения о применении к ним мер воспитательного характера или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. У нас есть такое учреждение, которое находится в городе Октябрьске. Это не страшилки, это реальное наказание, и может попасть ребенок, потому что порой услышишь, что вы мне сделаете, я еще несовершеннолетний. Однако же нет, есть средства и методы, применяемые к таким нарушителям. Конечно, да. У нас есть также центр временного содержания для несовершеннолетних, которые находятся на территории железнодорожного района. Также дети по решению суда помещаются и в данный центр, где с ними проводится работа. Вот, то есть действенные меры есть. Вот, также у нас рассматриваются ходатайства, жалобы и другие обращения несовершеннолетних и их родителей, относящиеся к компетенции в сфере деятельности комиссии. Также у нас обеспечивают, комиссия оказывает помощь в трудовом и бытовом трудоустройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, либо вернувшись вот как раз из специальных учебно-воспитательных учреждений. Также вот направлением у нас является рассмотрение административных материалов в отношении несовершеннолетних. Также мы согласовываем переводы детей на иную форму обучения. Ну и, конечно же, выдаем направление на трудоустройство через молодежный центр «Самарский», который у нас занимается трудоустройством. Этим направлением мы занимаемся круглосуточно. Хорошо. Марина Николаевна, ну вот каковы причины все-таки совершения мелких хищений? Мы сказали, а какой ответственность и кто самое главное несет уже за повторное нарушение? В 2016 году у нас была введена в Уголовный кодекс статья 158, часть 1, которая предусматривает у нас ответственность за совершение повторных мелких хищений. Это у нас статья «Мелкое хищение, совершенное лицом ранее подвергавшимся административному наказанию». То есть человек, проще говоря, если говорить, совершил мелкое хищение на сумму менее 2,5 тысяч рублей. И при этом не прошел год с того момента, как человек подвергался административному наказанию за мелкое хищение. Вот в этом случае, если он совершает у нас повторное нарушение, то здесь уже будет рассматриваться возможность привлечения уже к уголовной ответственности. Лично несовершеннолетнего или все-таки родителей? Нет. Расскажите, кто ответственен за нарушение? В данном случае несовершеннолетний подлежит уголовной ответственности. То есть будь ему 6, 7, 10? Нет. Нет. Вот давайте мы все-таки категорию обозначим. А ведь бывает и мелкое хулиганство, когда и маленькие детки совершают кражу в магазинах, скажем. Вот кто за это несет ответственность? Вот как раз, если у нас ребенок не достиг возраста, уголовная ответственность, это вот как раз и у нас есть общественно опасные деяния, которые рассматриваются у нас на комиссии, да, и к ним принимаются вот как раз меры воспитательного характера. Если у нас ребенок неоднократно совершает, да, и субъекты профилактики в течение длительного периода времени с ним работают, но видят, что данная работа неэффективна, тогда мы на комиссии вот как раз и рассматриваем вопрос о ходатайстве перед судом, вот у помещения несовершеннолетнего в Центр временного содержания для того, чтобы как бы ребенок подумал, да, с ним там проводят профилактическую работу, работают специалисты-психологи, также он обучается, то есть он время, которое там, значит, находится, с ними занимаются различные мероприятия. Да, да. Вот. И если у нас ребенок не достиг возраста административной ответственности, также эти материалы поступают в комиссию, да, и мы также проводим беседу и с ним, и с законным представителем. Какой это возраст? Ну, возраст, вы знаете, бывают и первоклассники, и первый класс, и второй класс, и третий класс. У нас первоклассники, второклассники, вот, бывает, когда, допустим, идут после школы, заходят в магазины, жвачки, ну, вот какая-то мелочь такая, знаете, а это тоже же административное правонарушение. Вот, поэтому, начиная с первого класса. Но все-таки здесь уместнее проводить работу и беседу с ребенком или все-таки с родителями? Вы знаете, здесь и с ребенком, и с родителем, потому что первоклассники уже достаточно, у нас уже, так сказать, взрослые, да, раз они приступили у нас к учебному процессу, должны понимать, поскольку и в детском садике, уже начиная с детского садика, с младшей группы, да, с ними проводят беседы, говорят, что такое плохо, что такое хорошо. Поэтому, кроме этого, если мы видим, да, что ребенок, вот, первоклассник, второклассник, да, попадает там на заседание комиссии по данным вопросам, мы стараемся выйти в образовательное учреждение, в тот класс, да, где вот ребенком было совершено еще с классом провести беседу. Приходим на родительские собрания, беседуем с родителями, проводим разъяснительную работу, чтобы они еще раз обратили внимание, да, что такие факты имеют место быть. Да, такие факты, да, имеют место быть. Хорошо. Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, вот поступило вам дело на рассмотрение в комиссию. Вы приглашаете на заседание и нарушителей с родителями. Как вообще происходит процесс рассмотрения поступивших дел? Да, мы приглашаем несовершеннолетнего в обязательном порядке, мы приглашаем законного представителя. Мы стараемся приглашать образовательное учреждение, где обучается ребенок, чтобы мы всесторонние могли понять, да, и выяснить причину, да, и если все-таки у нас было совершено данное правонарушение, мы должны каким-то образом, значит, всеми субъектами профилактики прийти к единому мнению, чтобы и цель и задачи наши, чтобы этот ребенок был первый и последний раз у нас на заседании комиссии, чтобы он вынес, ну, для себя сделал какой-то вывод, вот, и мы с ним встречались только, допустим, на каких-то премьерах, чтобы он был каким-то победителем, участвовал в каких-то конкурсах, то есть вот цель и задачи нашей комиссии. Ну вот цель и задачи ясно и понятно. Скажите, пожалуйста, вот чисто уже из опыта, конечно, я понимаю, у вас очень сложная работа, но, тем не менее, часто бывают повторные случаи, повторное привлечение, повторное приглашение? Бывают повторные случаи, да, бывают повторные приглашения, и вот как раз мы стараемся... Но тенденция все-таки какова? Ну, будем говорить так, что наша работа все-таки идет к положительному результату. Мы стараемся всеми субъектами профилактики, вот, не допустить, да, повторного правонарушения, преступления. Предлагаем различный спектр, да, что мы можем предложить этому подростку. Вот для этого в комиссии у нас и представители всех субъектов профилактики, чтобы нам было проще и быстрее решить задачу. Марина Николаевна, вам вопрос, кто несет ответственность за употребление алкогольной продукции несовершеннолетними детьми, не достигшими 16-летнего возраста? Ну, это вот, на самом деле, такой очень интересный вопрос, потому что всегда люди удивляются. Ну, как можно, да, привлечь несовершеннолетнего, если он употребляет спиртную продукцию в возрасте до 16 лет? Мы говорили с вами, да, о том, что возрасту подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста. Однако, да, как сказать, необходимо озвучить, что административные ответственности за совершение такого рода административных правонарушений подлежат в данном случае родители или лица их заменяющие. Кто заменяет у нас родителей? Это либо опекуны, либо попечители. Поэтому, если вы являетесь несовершеннолетним, да, который во дворе дома употребляет, распивает алкогольную продукцию, либо появился в состоянии алкогольного опьянения, в данном случае инспектора по делам несовершеннолетних, да, будут решать вопрос о привлечении родителей к административной ответственности. Будут составлять на родителей протокол. Мы уже на заседании комиссии будем приглашать и подростка, и его законного представителя. Это будет либо родитель, либо опекун, либо попечитель. Даже если один раз он был замечен, вот в таком деянии, да, уже сразу заводится дело. Конечно, конечно. Да, это административное правонарушение. Кроме того, хотелось бы еще дополнить, что при рассмотрении данных материалов комиссия в обязательном порядке интересуется у ребенка, каким образом он приобрел алкогольную продукцию. Да, во-первых, приобрести-то проблемы, да? Да. Вот. Место человека, который приобрел, если в данном случае, да, взрослый человек, для того, чтобы потом передать информацию сотрудникам полиции, для того, чтобы они привлекли к административной ответственности. У нас тоже существует административная ответственность за вовлечение в употребление, да, алкогольной продукции несовершеннолетним взрослых лиц. У нас очень часто такие материалы рассматриваются на комиссии, поскольку вот как раз за вовлечение в употребление – это как раз прерогатива комиссии. И, ну, практически каждую комиссию, да, мы такие материалы рассматриваем. И также вот устанавливаем объекты, где была реализована алкогольная продукция с последующим, да, направлением данных материалов в нужные инстанции. Ну, хорошо. А вот все-таки каким образом, интересный вопрос, на мой взгляд, осуществляется взыскание штрафа несовершеннолетнего, ведь у них отсутствует заработок, более того, нет его и постоянного, и самостоятельного. Ну, при отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего, да, административный штраф в данном случае будет взыскиваться с законного представителя, о чем мы с вами, да, говорили, что это либо родители, либо опекуны, попечители. А каким образом? Каким образом выносится определение, выносится определение взыскания штрафа с родителей, где указываются все реквизиты, которые подлежат у нас оплате. Если родитель не уплачивает установленный законом срок штраф, да, то данное постановление передается судебным приставам для принудительного взыскания, для исполнения данного постановления. А, да. Срок, прозвучал вопрос, да, о сроке. Значит, лицо, подвергнутое административному наказанию в виде штрафа, обязано уплатить штраф не позднее 60 дней с момента, нет, с момента вступления в законную силу постановления о назначении наказания. А вот уже с постановления вступают в законную силу с момента вручения или получения в течение 10 суток. То есть в общей сложности, да, мы считаем 10 дней с момента получения и плюс еще 60 с момента вступления в законную силу. Ясно. Ну вот давно об этом не говорили. Скажите, пожалуйста, а в какой период времени сегодня в Самарской области действует комендантский час? Это тоже очень серьезный вопрос. Очень много задают вопросов, на каком основании детей задерживают у нас в ночное время. Хотелось бы всем напомнить, что на территории Самарской области, да, действует у нас закон от 3 декабря 2009 года, 127-й, который устанавливает у нас два периода времени, когда не допускается нахождение детей в ночное время. Детей в возрасте до 16 лет в установленных местах без сопровождения родителей, да. Летнее время это у нас считается период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября с 23.00 до 6 утра по местному времени. И так называемый второй период, зимнее время, да, ну как бы называется у нас, начинается с последнего воскресенья октября и, соответственно, до последнего воскресенья марта, но время уже здесь с 22.00 до 6 утра по местному времени. Ольга Александровна, очень важный вопрос, профилактика травматизма и гибели несовершеннолетних на водных объектах и связанных с выпадением закона. Да, у нас лето, прекрасная пора для отдыха. И хотелось бы еще раз напомнить, что необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Дети у нас сейчас стали с родителями отдыхать у воды. И вот для того, чтобы все-таки с пользой отдохнуть для себя, получить удовольствие, да, ну, очень просим вас убедительно соблюдать элементарные правила. Помните, что купаться можно только в установленных, в разрешенных местах, нельзя нырять и в незнакомых местах. Уважаемые родители, дедушки и бабушки, не оставляйте своих малолетних детей без присмотра. Ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто у нас окно, Настя, сейчас, потому что очень на улице становится жарко. Или хотя бы есть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть. И, пожалуйста, воспитывайте ребенка правильно. Сами не ставьте малолетнего ребенка на подоконник и не поощряйте самостоятельное лазание туда. Строго предупреждайте даже о попытке таких игр. Кроме того, убедительно вас просим соблюдать правила дорожного движения. Пассажир в автомобиле должен быть пристегнут ремнями безопасности. Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра. Переходите проезжую часть только в установленном месте. Поскольку мы все граждане, все каждый день возвращаемся с работы и видим, как у нас родители переходят дорогу там, где не положено. И с двух сторон у них, да, они держат маленьких детей. Зачастую, очень часто мы видим и бабушек, которые ведут этих детей, что приводит к трагическим последствиям. Мы неоднократно слышим призывы сотрудников ГИБДД. Поэтому еще раз хотели бы напомнить. Нужно не забывать эти простые правила. Спасибо вам большое. В конце прозвучало такое обращение. Есть, вот прям буквально секундочка. Хотите что сказать? Может быть несовершеннолетним их родителям? В заключении хотелось бы сказать и пожелать вам крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. И побольше внимания уделяйте детям. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС». Может быть я повторю слова моих сегодняшних гостей. Но тем не менее, любите своих детей. И обязательно побольше с ними общайтесь. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!